Друзья, привет! Добро пожаловать на эфир программы Живой Уголок. Сегодня у нас в гостях особенный человек, легенда, патриарх тяжелой музыки и можно сказать в каком-то смысле культуролог, поскольку повлиял на очень многих людей, на поколение, на, так сказать, мужчин и женщин, которые изменили свою жизнь, изменили свои какие-то внутренние устои и просто стали другими людьми. Итак, у нас в гостях Сергей Троицкий, он же Паук. Можно сказать, лидер коррозии металла, а можно сказать, что это и есть сама коррозия металла. Серега, привет! Нас видят люди, давай поздороваемся с ним. Да, привет! Ребята, как будто духа, ты правильно, ну, это, сказал, сказал про культурологические события. Целый месяц рисовал картину, вот Ваня не даст соврать, Наполеон в этом, в египетских пустошах называется. Там ходят какие-то, ну, там, абраки, там, тарабарастабара, все что-то прочее. Нерусские люди, в общем. Да, да, да. Ну, на самом деле, его ждет тёлки, тёлки во Франции. Наполеона. Наполеона. Пока он броет по Египту, во Франции кто что, тёлок? Да, 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 да. Не во Франции, во Англии, Польше, во всех странах, все хотят бороться, все хотят брать. С Наполеоном, потому что он маленького роста, и это привлекает женщин, да? Ну, нет, дело не в этом называется. Девушка хочет быть обустроена. Какая? Ну, например, дочь принца Уэльского называется, или там какая-то, ну, принцесса Варшава называется. Ну, хорошо. Сергей, давай вернемся чуть-чуть, все-таки, к нашим реалиям. Ты пришел на эфир с палкой, что случилось? Ты у кого-то ее отобрал, или просто модно? По заданию русского географического общества, мы не имеем права, мы не имеем такого права, чтобы, ну, ездить просто по гастролям. По гастролям мы ездим, и в чем заключается русское географическое общество? Там, например, блядь, пол Ростова сожгли, блядь, называется. Где? Ну, пол Ростова, Вань, Вань, где его сожгли? В Ростове. В Ростове-на-Дону было, как бы сказать, учено масса каких-то несанкционированных пожаров, где, по всей вероятности, может быть, местная администрация или какие-то другие чиновники занимаются тем, что, как бы сказать, преднамеренно выжигают какое-то определенное количество старых построек. А вот, вот, вот. Вот, и, соответственно, они посылают параллельно, параллельно структуры одних своих людей, других там, ну, то есть, следственный комитет. Следственный комитет. Он посылает, он никому, нам не докладывает, называется. Посылает другие структуры. Так, у вас концерт, блядь, вот, вот туда и ломитесь. И еще на пару дней задержитесь, называется. А, я говорю, а с какого хуя мы будем, блядь, это, ну, задерживаться еще пару дней? Кто это будет оплачивать? Ну, вы, парни, ну, всех своих остальных отправьте. Фотоаппарат оставьте. Тарабара-фотабара. Конечно, у нас, у нас самые лучшие фотоаппараты в стороне, он называется, называется. Но, и мы делаем съемки. И для того, чтобы показать, показать всей, всей стране то, что не увидели следователи. Когда мы приезжаем в Сибирь, там стоят, у нас борются с экстремизмом. Запрещают концерты коллабрата, ансамбля Христа Спасителя. Приезжаешь в Сибирь, там просто такие здания стоят. Они больше, чем храм Христа Спасителя. И мы, мы с Ваней вот-вот в это Рождество, попадя к нему, ну, это, вынуждены были обратиться. Так как у меня в доме находятся все иконы Патриарха Тихона, вот. Мы сказали, а почему вот так вот в Сибири находятся вот фотографии, вот, блядь, видео, блядь. Понимаешь, ну, ты когда на гастролях иди, что называется, ну, что-то там снимаешь, там. Но ты еще снимаешь, тебе еще не скучно. Ты же всю жизнь на гастролях, мне кажется, уже все увидел. Думаешь, нужно еще что-то новое снимать? Ну, в этом и заключается, русское, ну, географическое общество. Что простой человек не снимет, то другой человек, он раз, хуяк снимет, блядь, не называется. Может быть, эта фотография, она будет уникальной. Ну, нет, никогда не понадобится. А может быть, это через лет пять фотография понадобится кому-то и каким-то образом. Слушай, а вот русское географическое общество. Сейчас просто в географии есть такое новое какое-то направление. Люди верят, что Земля не круглая, а плоская. Ты вот как к этому относишься? Ты разделяешь их вообще убеждения? Или считаешь, что это какая-то чушь вообще? Конечно, конечно, в школе нам говорили, земля плоская, она стоит на трех китах, а там наверху какие-то обезьяны пляшут, называется. Ну да, Ильец из шеи жирафов. Ну, на самом деле, когда в буддискафе Гагарин прилегал в космос, он убедил, что она круглая. Дело не в этом. Здесь целая манипуляция происходила. Вот. И дело не в этом, что там земля круглая или нет. Вот у вас в редакции сколько работает девушек? Ну, одиннадцать с половиной. Ну, вот. А у тебя сколько работает в корпорации тяжелого урока? Ну, тоже около десятка. Ну, ты их подбираешь по какому принципу? Какая девушка подойдет, а какая ты скажешь, что нет, уйди отсюда, противная. Вот, вот. И как же мы бы... И, конечно, Ричард Львиное Сердце, он утонул в реке. Остальные люди приехали... Слушай, Чапаев тоже утонул в реке, это обычное дело. Ну, да-да-да-да-да-да. Ну, классика, классика жанра, называется. Вот. Остальные приехали к римскому папе и говорят, называется, ну... А там-то люди были не безбедные, не безбедные, а которые были при бабле, при всем делам, приезжают, у тела губы не накрашены, нахуй, блядь, называется, пизды не побриты, блядь, называется, вот. Туда-сюда, кого-то... Ну, у вас на концертах тоже, я смотрел, видео не побриты были. Ну, а это просто люди пришли на шоу. Нет, которые на сцене, а не те, которые пришли на шоу. На шоу-то не показывали. Эти люди обратились к римскому папе, и они спросили, мы готовы идти, вот куда-то посылаешь нас, мы готовы ломиться. А почему в этот момент у нас дома все хуёво происходит? Какие-то борщи, это кислые щи... Так это ж вкусно, почему хуёво-то? Или ты не любишь? Ну, для сарацина, что для сарацина хорошо, для европейского человека плохо. И они пришли гухом. Баба губы не накрасила, хуёво в рот взяла, блядь, называется, но... Кому-то нахуй нужно, блядь, называется, поэтому и пришлось сжигать. Ну да, просто с топливом было, может быть, не очень хорошо, и если уж... Вот. Очень важная тема. Вот. Мы с Ваней недавно прочитали программу Ксении Савчак. Это кто такая? Ну, неважно. Программа. Она говорит, ну, значит, кого у нас в Беркасах заменит, называется, Сванец. Скажи... Идей заменить на роботов или какие-то машины электронные вычислительные, которые будут полностью заменять человека. Вот. И ещё, что она говорит? Что она не позволит никогда женщин сжигать в огнях. Так их вроде и не сжжёт никто. Значит, получается, значит, получается, Ксений Савчак выступает за дедмирство. Ну, ну так. По-любому. Сергей, расскажи лучше про девчонок в твоей группе. Бог с ней, с Ксенией Савчак. Бог с ними, с этими, с папами римскими. У тебя вот вообще, как ты их набираешь? Кто они? Какие они? Можешь ты про них что-то хорошее сказать? Я считаю, что все герои из секс-шоу Коррозе Металла, они все охуенные, тарабаро-штабаро, ну, в конце концов, ну, если дурацкие, дурацкие говорить. Там, получается, 600 лайков, привет, бэби, табаро-стабаро. Слушай, а секс-шоу, оно до сих пор продолжается? На твоих концертах это можно увидеть? Ну, да. Или это все из прошлого? Можно? Ну, да, да. А когда ближайшие концерты, может быть, помнишь? Ну, где? Сейчас мы усиленно работаем над новым альбомом группы Коррозе Металл. А когда он выйдет, примерно? 30 марта. 30 марта. А есть уже название какое-нибудь? Сколько там песен? Не, песни уже готовы. Ну, я думаю, как назвать. Потому что название, название и картинка, они должны быть концептуальные. А есть какой-то концепт, допустим? Может быть, что-то новое? Или ты еще не определился с этим? Ну, новое, 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 новое. Есть. Недавно. Прошлую субботу. Прошлую субботу. Так как я ветеран битой Залепы, и мы вместе с Ваней вывалились и из падающего вертолета. Ну, хоть с парашютами вывалились? Да нет, просто, просто взяли, упали, блядь, на песок, и слава богу, что нас верблюды подобрали, блядь, ну, и это, ну, притащили не на юлоско, а на русскую базу. Вот, и первое слово, которое я услышал, ну, Ваня сказал мне, ты жив, и я тоже. Это от верблюда услышали? Да нет, когда верблюда уже пинками уже, вот так, вот так, ну. Слушай, а ты вообще любишь животных, или вот, или за жестокое обращение с ними? О, да нет, это, ну, ты сбил меня снова. Прости. В смысле? Вот, и конец, ну, когда делалось альбом, делаются 16-20 песен. А из них реально 8-7 песен полное говно, блядь. Ну, скажи любому человеку, он тебя рифит. Тыр, 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 быр, 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 блядь. Вот, знаете, тыр, 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 кто-то может какие-то там слова какие-то сделать. Все, 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 все такое прочее. Группа, короче, металла, в данный момент имеет чистую визитку, и 30 марта мы будем презентацию альбома. Ну, нас это не интересует вообще. Ну как, поделиться творчеством, куча людей же ждет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Песни будут сделаны, ну, в интернете очень много людей, которые развелись с женами. Да. И когда они смотрят, блядь. Вот смотри, у тебя, у тебя на полках лежит какая-то, ну... Аппаратура. Ну, дурацкая аппаратура, понимаете. Хуй знает, что это за аппаратура. А когда в людей не лежит ничего. Ну, если не лежит, то стоит. Вот. Тоня, Тон, он человек, понимаешь, что он 20 или 30 лет прожил. А у него ни арии, ни коррозия, ни черного кофе, блядь, ничего нет. Это у кого? У кого-то. Есть такие люди. У кого-то. У кого-то. Вот. И, конечно же, эти люди начинают страстно бесстать. И они, и они не были добавлены до друзей. И не входили в тусовку. Вот. Они говорят... КТР, продайте нам, продайте нам всю жизнь. Ну, а как это сделать? Как можно продать всю жизнь? Плачу 100 тысяч рублей, называется. Чтобы и с самого начала, и до конца, блядь. Слушай, а ты вот своей жизнью доволен, счастлив? Ты не хотел бы какое-то другое? К сожалению, мы подневольные люди. Ну, подневольные под кем? Под Богом? Ты веришь в Бога? Ну, про Бога я говорить не буду. Это все фотографии с ваннейшими иконами Патриарша Тихона. Они все, все запечатлены в эфире. А есть еще другие боги. И другие боги, которые летают вроде на самолетах, второборостобары, они говорят... Поедете, либо захватывать Грецию. Поедешь? А что делать? Не знаю. Есть же вариант, наверное, отказаться. Сергей, давай поговорим о музыке. Вот, ты не понимаешь. Нашим кораблям нужно заходить в Грецию, чтобы не тупо стояли, чтобы не ебали моднейших. Проституток, тёлок, захватывали в пленных, их, ну, давайте, увозили в плен, в плен. Зачем? У нас же тут своих хватает. Зачем нам из Греции еще экспортировать? Это очень важный вопрос. Когда, когда Патеревизор показывали, наши войска пришли охуенно моднейшие, моднейшие, в Севастополь, пришли пять кораблей, которые привезли пять мешков тёлок, блядь, называйте, тороба. Мешков? А вот, греческих, но, и всех других, то все тёлки думают, блядь, а вот, о, 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 он с ней, поженец, называется. Дай-ка, привет, милые, я в моднейшем претене, ну, я, я хочу сегодня тебя, и, пожалуй, пойдём завтра в ЗАГС, например. Ну, это нормально. Ты же бывал в ЗАГСе. В ЗАГСе я был три дня назад. А что делал? Назад. Наша помощница, мой директор, называется, когда мы пришли в ЗАГС, что мы, что мы сказали? Обновляет, что вы разведены, Сергей Евгеньевич, с супругой, но для того, чтобы, как сказать, получить свидетельство, мы не можем, по причине того, что каким-то мифическим способом был то ли похищен, то ли каким-то образом спрятан ваш, как бы сказать, документ, удостоверяющий личность по типу паспорта. Ну, то есть ты в разводе. Тебя с этим можно поздравить или наоборот с болезненными? Ты рад, что развелся, или печалишься? Нет, ну, ну, все, все мы разрулили, я... 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 я свободен... как-как-как-как-как-как-как там... Товарищи, кипел, словно птица... Да-да-да, давайте... найдем... найдем... Да наши зрители в интернете они найдут... Да нет-не-не... Я хочу, но давай только песню. Сейчас найдем. Песню? Сейчас найдем. Ну, что-то находить. Набить в строке, я свободен. Ну, ты пока говори, сейчас найдем и включим. Да, там можно с мобильного телефона. Сейчас. Да, наверное, сейчас другую включу. Я свободен. Сейчас, подожди, это еще куплет. Ну, не ладно, не ладно. Ну, как? Надо же, чтобы куплет с временем совпадал? Нет. 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 Я свободен. А ты можешь это спеть, как ты поешь, действительно, в духе коррозии? Я свободен. У меня в Гнезде Новгороде были, там все люди, которые перья на ласточки и освободены. Ну и пусть хоть кто-то, один кретин, скажет, что наш человек. Кто-то может сказать, что на корабле ласточки наши цыгане или наши люди плохо пели. И еще, и еще. Нас часто приговаривают фашизму, хотя мы цыган спасали. Временно. Сергей, скажи, ты еще вот продолжаешь играть когда-нибудь на гитаре, на бас-гитаре или вот только ограничиваешься пением и сочинением песен? Так, я попутно хотел бы вставить, что Сергей Евгеньевич как участник группы и лидер группы Коррозия металла является бас-гитаристом непосредственно. А в сольном проекте оркестр Паука он исполняет песни, как бы сказать, с представительницами тоже группы Коррозия металла Викторией Острельной и Александрой Орловой. Здорово. Вот, да. Понятно. Скажи, вот ты живешь за городом, да? Большую часть времени. А сегодня ты приезжал в Москву. Вот, у тебя же еще какой-то ты говорил эфир был. На бас-гитаре я играю. Мне дико повезло. Так как у меня есть московская квартира, есть дача, Тарабара Стабара, поставил колонки, которые купил во время своей жизни пульты. Вадик Сакс. Хозяин магазина Слави называется. Может тебе на день рождения прислать маленький пультик. С шнурами, Тарабара Стабара. Вот. То есть у тебя есть оборудование и проблем нету? У нас громадное количество компьютеров, телевизоров вот такого громадного размера. Ну, вот. И из одной комнаты переходишь, а там... А ты сам принимаешь участие именно в какой-то там наруливании звука, в аранжировках? Или есть специальные люди? Конечно. Конечно, я являюсь диктатором. То есть с тобой сложно работать в этом плане? Да, 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 да. Нет, никому это... Палец в рот не положим на вас, на вас. Вот, и... Конечно, конечно, мы... Мои музыканты, они все... Та-ту-тару-тару-тару-тару-тару-тару-пару-пару-пару-пару-пару... Они хотят, хотят это играть. Но... Приходит злой цензор. Это кто, ты? Ну, например, я. И он говорит... Сейчас носим... Только... Ты-ры-ты-ры-пы-ры... Подождите секундочку... Дальше я Sound Forge врубаю... Врубаю гитару... Те-ры-ты-ты-ры... Те-ры-ты-ты-ры... Те-р-ты-р-ты-ты-ры... Те-ры-ты-ты-ры-ты-ры... Па-па-па-па-па-па... И... Ну... Может быть, это криво... Криво сыграно. Но мне 52 года... Мне не нужно уже... играть ровно. Это сделают другие люди. Когда когда-ка там Ира заплатила бы 700 рублей с моей сберкарты. За что? Нам требуется директор. Концертный? Да. Ну, наверное, в такую известную группу целую очередь построится, чтобы... Да. Так и было. Нашли? Ни одного человека. А почему не понравились? Нет, вернее, одного одного человека нашли, и он клиент стал актерпро... Будьте сюда, следовательно, к вам, позвоним еще на соискателя относительно того, что хотел бы принять участие и занять какую-то одну из ключевых административных должностей, Сергей Евгеньевич. Просто, как бы сказать, в массе каких-то переговоров. Сергей, скажи, возвращаясь к игре на бас-гитаре, у тебя есть какие-то модные примочки? Нет, 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 нет. Стоп, стоп. И когда эти звукорежиссеры, они приехали... Вот. Я спросил, вы смогли бы отписать или не толку. А это нужно? Ну, если бедену, блядь, устраивать хуйню, блядь. Вот. Вы... Хорошо, если мы сожгем на участке, блядь, и я скажу, Вань, блядь, ну, дрова неси, блядь, ну, то получится, он с участником преступления поджога, блядь, тёлки, блядь, блядь. Проще сказать, бей бабу молотом, бабу будет золотом. Русские поговорки. Они народа взяты, понимаете как? Если бьет, значит любит. Да, да. Если бьет, значит любит. А по опыту, как бы сказать, личной жизни попутно хочется сказать, что некоторым женщинам это заставляет удовольствие. То есть она как бы без этого, как без пряников. То есть иногда что-то она застаивается, вот прям получила, и прям сладкая, радостная жизнь началась. Потом раз, опять всё застоялось, улежалось, всё стало репинировано. Опять небольшая встряска, и она снова прям вот становится такой просто нектарной, послушной, и очень, как бы сказать, милейшей. Да, да. Друзья, я обращаюсь к зрителям, это сейчас говорит Иван, Иван, скажи пару слов, какое вообще ты занимаешь, имеешь отношение, директор, гитарист, друг, чтобы люди понимали, кто это говорит вообще. Так, представься, Иван Слащев-Крымский, как бы сказать, и вот по поводу вот этих вопросов, как бы сказать, немножечко отвлекусь относительно того, что задали вопрос Сергея Евгеньевича. Ну, просто чтобы люди знали, кто говорит, а то они скажут, кто это, блядь, Сергей Евгеньевич, с вашего позволения, начальник службы безопасности КТР. А, ну вот, начальник службы безопасности. Ну, надеюсь, у нас тут всё безопасно. Вот, и попутно хотел сказать относительно, как вы спросили, задали вопрос, какое отношение Сергея Евгеньевича к животным, понимаете, как у нас, как бы сказать, на территории Пауковка-1, уже сейчас зимней резиденции, в которой Сергей Евгеньевич пребывает, находится масса котов. Котов КТР. Коты КТР, чем, как бы сказать, славятся? То, что они, как бы сказать, ловят комаров, мух, тараканов, а также отгоняют злых духов от людей. А сейчас много вот комаров, мух, тараканов в нынешний, так сказать, зимний период. Зимний период, понимаете, я в летний, как бы сказать, мы говорим про летний, то, что коты многофункциональны, понимаете, как, то есть они могут ловить мышей, крыс, как бы сказать, тараканов, но вы их кормите и как-то ухаживаете за ними. Конечно, конечно. И у нас есть, как бы, кошки Бонни и Нефертити, которые приносят огромное количество потомства, которое раздается соратникам. Да, то есть Сергей делает вклад, так сказать, в животное мир. И потом, когда 15-20 котов ловится. Вот, плюс ко всему, Сергей Евгеньевич, как бы сказать, настаивает на том, что в связи с участившимися нападениями квадрокоптеров, беспилотников, необходимо вводить соколов, которые будут непосредственно перехватывать это. А нападение именно на кого? Вот, ну, квадрокоптеры, вот они нападают на кого, чтобы сокола там? Ну, как бы сказать, когда мы были подолепы Сергея Евгеньевича, сколько вот сейчас опять прецедентов, связанных с этим, то, что, как бы сказать, необходимо вводить соколов. Там сигарету, по-моему, она упала, куда не следует. Сергей, мы с тобой вчера беседовали о погоде, и ты высказал предположение, что вот снег в Москве, это как бы не просто так, а какие-то злодеяния американцев. Ты сейчас разделяешь эту точку зрения, или уже ушел от нее куда-то в сторону? была дурацкая программа о том, что Япония в Твантунской арбе разработала химическое оружие. Да, оно, оно, я же сделал. И когда клантунские ученые придумали, что они даже должны быть в амфорных структурах. то есть... Амфорных? Амфорных. Амфорных. Ну, типа, как в Греции, там, эти древние амфоры. Да, все, но... Прости. Для чего мы в Грецию захватим? Захватить. Ну, чтобы там пляжи, отдыхать, море. Хотели захватить. А сейчас не хотим. Хотели захватить. Хотели захватить. в амфоры сбивают тысячу тараканов или там что? Вань. Насекомых? Присмыкающихся, я даже сказал. Ну, всякого говничьих. Зажают их сибирской язвой. И вот так вот так вот так вот так вот так смолётов полетели и они разрываются, а все китайцы вот так смотрят. О, заебись! Отлично! Отлично! И там целый город через три дня отправляются в ад. Слушай, но спасибо за рассказ. Нам просто пишут, что враги уже отрубает интернет. давай напоследок про музыку чуть-чуть поговорим. Вот про нашу музыку скажи, тебе нравится нынешнее состояние отечественной металлической сцены? Видишь ли ты кого-то в наследниках коррозии? есть, есть, но группа коррозии металла 30 апреля презентует свой новый альбом называется моднейший называется кто хочет к нам присоединяться пишите на хорошо спасибо я думаю, что будет интересный альбом вот но но на сайте на сайте вконтакте железный марш каждую группу которая которая хочет выступить выступить выложить свои траги без проблем никто не будет запрещать хорошо но тебе вот нравятся какие-то наши группы я про это хотел сказать из молодых из нынешних знаешь мне никто не нравится вообще никто а ты слышал там луну слот например слот слот аааа блядь меня никто не любит нахуй например блядь ленинград ломовейший ломовейший нравится ну ленинград ну блядь слушай ну ленинград это же считай твои наследники они пьют они матерятся и они пропагандируют там бабы все дела то есть можно сказать ты их и породил там была тонкая ситуация блядь никогда в жизни москвичи не били ленинград москвичи не били никогда я просто спрашиваю а что было ария коррозия металла блядь соль и и нахуя нам блядь ария москвичи не били и ария блядь ария и москвичи не били ария Вот, Лабутына, блядь, ну, это все, все нравится, блядь, ну, охуенно, блядь, ну. Согласен, любит наш народ всякое там замечательное. Вот, а да, вот, будто я, ну, ты про Нойзе МС, МС, московский человек, конечно, конечно. Конечно, он, ну, это, ну. Нравится Нойзе МС или нет? Нойзе МС. Ну, это какой-то не тот жест. Нет, ну, имеется тот жест, жест, который ко всему творчеству... Слушай, а Тимати тебе нравится? Тоже же модный чувак. Нет? Фак. Фак. Ладно, друзья, на этом мы прощаемся. Большое спасибо Сергею Паукусу, что пришел к нам. Помните, что 30 марта выходит новый альбом. Надеюсь, что он выйдет в сроке и порадует нас музыкой. А мы сегодня провели интересный час в компании замечательного человека. Большое ему спасибо. Сергей, ты молодой, давай. Слава всегнам, это, да. Слава, да, слава подмосковным бустякам. Да. И слава... Этим, ну, врачам. Слава врачам, герлам, металлу, коррозии. Слава всему хорошему и не слава всему плохому. Счастливо. Слава всему хорошему и не слава всему хорошему.